Сегодня, 12 апреля, в это солнечное воскресенье, мы поедем с уполномоченным полиции, также с представителями МВУ Лесопарк, в рейд, чтобы отлавливать сарапчан, которые нарушают режим самоизоляции. Наши, так сказать, пункты посещения — это Первое Филипповское озеро и Озеро Протяжное. В первую очередь мы посетим озеро Протяжное, будем лавливать нарушителей режима самоизоляции. Также, если будут такие люди выявлены, если они будут разжигать костры, мангалы, то данные граждане будут привлечены к административной ответственности. По статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях понесут соответствующее наказание. Чтобы не попасться в ходе проведения рейдовых мероприятий, гражданам нужно, во-первых, оставаться дома, не нарушать режим самоизоляции, покидать жилища только в крайней необходимости для посещения аптек, магазинов, для выплат домашних животных. Все остальные прогулки будут выявляться, наказываться. Так, эта машина у нас что? Что она делает? Почему нарушаем? Я понял уже. Куда пойдет? Куда пойдет? У нас это судейский протокол, по-моему. Ну что, взыскание на работе дадут? Головой, будешь думать, тем более военным. С детьми. Что, бессмертными? Или вас не берет никакая зараза? Ситуация, конечно, нехорошая получается. Весь город по домам сидит, а у вас, значит, все нормально, да? Я даже и понимать нежелаю. С нарушением согласны? Мангал изгибли. Ну вот, сейчас фиксируем, едем с поленочкой. Задержаны по совершению административного правонарушения. С вами свяжутся. Хорошо. Рейды, подобные тому, на которые мы сейчас с вами побывали, будут проводиться регулярно. Поэтому еще раз призываем, ребята, пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции. Не время сейчас жарить шашлыки. Вы пожарите их потом, когда все ограничения будут сняты. А сейчас это очень сильно чревато штрафами и порицанием. И, в общем, ну, не надо как бы так делать. Давайте все вместе бороться с сложившейся ситуацией. И хочу отдельно похвалить людей, которые сегодня остались дома, которые не поехали жарить никакие шашлыки, которые сидят дома и эту самую самоизоляцию соблюдают. Ребята, вы большие молодцы. Благодаря вам вы были средствами, что выбраться из сложившейся ситуации. Вообще всем хочется пожелать оптимизма. Слушайте умное радио, читайте колючий саров, подписывайтесь на ЗАТО новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!